А как вы себя вообще вот в этих цехах ощущаете? Это уже ваше прошлое или вы здесь себя как дома чувствуете? Ну, ностальгия мучает иногда. Я прихожу, вижу, что делается. Иногда делаю замечания, что мне иногда кажется, что я сделал бы это лучше. Но на самом деле, понимаете, это куда постоянно тянется ходить, куда постоянно тянет общаться. А вы любите вообще свой город? Вы приезжаете в Рубцовск? Вы там можете выйти просто на прогулку, спокойно по городу прогуляться? Что значит спокойно? Ну, вы вообще-то депутат Госдумы. Может быть, вас там, я не знаю, окружают сразу люди, будут задавать вам неудобные вопросы. Я знаю, что многие люди этого измигают. Я очень органичен в городе Рубцовске. Я могу разговаривать со всеми рубцовчанами. Я часто езжу туда. И те проблемы, и не проблемы, а те задачи, которые стоят на сегодняшний день перед городом Рубцовском. Иногда мы, я хочу сказать, что мы по инерции, наверное, продолжаем плакать. Мы очень много делаем для города. Но, в принципе, вот это вот восприятие, что в городе Рубцовске еще много проблем. И я иногда, приезжая в город Рубцовск, я говорю, коллеги, вот у меня 12 районов, и когда мы заглубляемся в сельские поселения, вот там проблем вообще пруд-пруди. Понимаете? Поэтому я хочу сказать, что иногда проблемы города Рубцовска, мы их даже драматизируем. Приходилось ли вам переходить на исконно-посконно рубцовский заводской язык такого крепкого? Можете прийти в цех и... Вот это вот все. Честно могу сказать, что я хочу очень из себя убрать кое-что. Но, наверное, когда я возвращаюсь, во мне это и возвращается, как на... Ну, а может быть, в принципе, другого языка люди и не ждут, потому что вот это вежливое, либо какое-то непонятное общение, оно не воспринимается, как команда к исполнению, понимаете? А, наверное, больше напоминает светскую беседу для него в плане постановки задачи, понимаете? Поэтому, ну, там нельзя по-другому разговаривать. А когда вы в Москве? Вы уже стали как москвичом? Что у вас есть теперь московского? Правило соленого огурца. Это когда в бочку с соленым огурцом бросается свежий огурец, проходит 4 дня, и он становится таким же соленым, как все огурцы в бочке. Ваши близкие наверняка у вас спрашивают, а чем вы занимаетесь в Госдуме? И близким же не ответишь программно. Расскажите нам, как будто мы ваша мама или папа. Чем вы там занимаетесь вообще? Ну, наверное, прежде всего я во всех случаях рассказываю распорядок жизни депутата Государственной Думы. То есть это то, что мы 3 недели работаем в Москве непосредственно, а потом на неделю уезжаем, возвращаемся к нашим семьям, к нашим избирателям, на те округа, от которых я одномандатник. Я приезжаю на 40-й одномандатный округ в город Барнаул, в город Рубцовск, посещаю те районы, которые у меня стоят в плане, встречаюсь с избирателями. Хотя, наверное, последний год внес серьезные коррективы в нашу работу, то есть в течение года мы не встречались. Ну а в чем ваша работа заключается конкретно? В повестку дня пленарного заседания выносятся вопросы, уже ранее рассмотренные на комитетах. То есть мы их вычитываем внимательно, если есть какие-то поправки, если есть какие-то вопросы, это идет достаточно активное обсуждение. К тому же в комитеты входят не только депутаты одной фракции, это практически учитывается мнение всех депутатов, которые работают в комитете. То есть это и от четырех парламентских фракций. Затем у нас есть 9 субъектов законодательной инициативы, которые приходят и докладывают о том, что от концепта законопроекта, то есть для чего он написан, кем он написан, чем руководствовались один из тех субъектов законодательной инициативы. Президент, правительство, депутаты, члены Совета Федерации, законодательные инициативы с регионов могут быть. Поэтому все это достаточно долго и правильно обсуждается, наверное, с пониманием того, ради чего он принимается, этот законопроект и какие последствия. Чем вообще занимается ваш комитет? Я сейчас работаю в комитете по национальностям. Напомню о том, что у нас в 2021 году была назначена всероссийская перепись населения, поэтому в комитет по национальностям вошло несколько депутатов. По решению, по предложению руководства Государственной Думы вошли туда, то есть достаточно широкий охват должен быть всего населения. Во-вторых, у нас есть группы всего населения Российской Федерации, у нас есть еще те, наверное, представители тех наших государств, бывших СНГ, бывших республик Советского Союза, которые приезжают по квотам, начинают работать. В общем-то, они не являются гражданами, но должны быть учтены при переписи населения. Во-вторых, на Дальнем Востоке у нас очень много работает жителей, верных граждан Китайской Народной Республики. То есть мы должны навести порядок, все-таки осознать, сколько у нас работает, какой конфессиональный состав у нас, какой у нас национальный состав. То есть выявить, наверное, те проблемы, которые, но это уже в рамках работы комитета, с которыми мы сталкиваемся. У нас очень много малых коренных народов и народностей, которые проживают на территории Российской Федерации. Тема, если вот этноэкономика, этнокультура, то есть, понимаете, там очень-очень-очень большой пласт работы на самом деле. Наверное, национальный вопрос для Российской Федерации, исторический, многоконфессионального государства, многонационального государства, очень важный. И ему тоже надо уделять должное внимание. Если мы берем Дагестан, там порядка около 96 исторических народностей, которые живут. Там их не перечислить, то есть просто вот их в процессе беседы, их даже не вспомнишь-то всех. Но они есть, они, дело в том, что они все самобытные, они, в общем-то, живут по своим, наверное, исторически сложившимся правилам, там, традициям. Понимаете, это все должно быть учтено. Наверное, в чем Российская Федерация всегда выигрывала, это в том, что у нас исторические сложившиеся отношения между народами, народностями. И, понимаете, их надо поддерживать в том, наверное, качестве, как они на протяжении уже длительного времени сложились. Я не берусь обсуждать там, как это делается в странах Евросоюза, там, либо в Америке. Вы обратите внимание, сколько у нас во Франции противоречий между приехавшими и теми, кто живет исторически на территории Франции. В Германии, понимаете, то есть им в этом, наверное, все-таки заслуга России, что у нас таких глобальных столкновений и противоречий, как мы наблюдаем в Евросоюзе, у нас их нет. Ну, а что вы успели за пять лет в Госдуме сделать? О чем можете, ну, похвастаться, наверное, не то слово, но напротив чего поставили галочку и довольны? Ну, я сразу могу сказать, что, наверное, я уже говорил о том, что я делю жизнь до прихода в Государственную Думу, потому что у меня вот на протяжении всей, начиная с получения образования и потом профессиональной производственной деятельности, работы в бизнесе, то есть это одна была работа, став депутатом Государственной Думы, то есть у меня это единственное место работы, где я должен работать. То есть я оторвался от того предприятия, которым занимался, который развивал, который я создал, в общем-то. Но я хочу сказать, что это можно поменять работу, но нельзя поменять образ мысли, образ мышления. И вот работая в Комитете по промышленности, все-таки то, с чего я начал, и работая до этого еще на предприятии, я был членом Совета Директоров Ассоциации Роспецмаш, это производители сельскохозяйственной техники. Отрасль очень нужная и очень необходимая для Российской Федерации, потому что все-таки у нас много, ну по Алтайскому краю 50% населения живет в сельской местности. У нас очень большие посевные площади, у нас очень мощная инфраструктура, понимаете, поэтому я вот эту отрасль считаю очень важной. Так вот, возвращаясь к тому, что я сделал сразу же, я создал экспертный совет. И большинство, наверное, у нас входит в ассоциацию 200 предприятий сельского сельскохозяйственного машиностроения, и практически все представители предприятий вошли в экспертный совет. Экспертный совет получился очень хороший сам по себе, очень хороший, потому что это неформальное проведение общих встреч, заслушивание каких-то экспертов, а именно в хорошем смысле это лоббирование развития промышленного и производственного комплекса в Российской Федерации. А вот внедрение таких технологий, как вы сами считаете, должно ли оно поддерживаться государством? Конечно, оно везде поддерживается государством. Мы очень тесно работали с белорусскими предприятиями, опыт белорусских коллег, потому что все-таки там им удалось сохранить старый производственный комплекс, но и они говорят, что опытно-конструкторские работы, которые они там осуществляют, это работа, скажем так, на свой страх и риск, это может удастся, может не удастся. Конечно, вот как раз процент удачных разработок внедренных в производство, он должен быть, ну, порядка 70, они выводят 70% от общего вала поданных предложений, они должны внедриться. Лучше стало вообще, как вы оцениваете развитие именно в сфере государственной поддержки промышленности? Был вектор смещен на туризм, на, наверное, социальную сферу, сферу социальной поддержки. Мы заходили с несколькими проектами, вежливо и корректно нам было просто отказано. У нас было совместно, у нас планировалось несколько совместных предприятий. По сборке тракторов здесь, Беларусь, проект не пошел. С польской компанией Пронар мы заходили тоже, как бы, ну, дело в чем, видно было, видно еще было не время для нас, поэтому, но сейчас я еще раз хочу сказать, что я благодарен и нынешней исполнительной власти лице, все-таки Великтор Петровича, профильному вице-губернатору о том, что больше стало оказываться грантовой поддержки, субсидиарной поддержки на покупку оборудования, особенно нашего отечества. Повторюсь про технопарк Рубцовский. Еще два технопарка будут, не мы будем их воплощать, это в Бийске на базе одного из предприятий с биодобавками, там что-то связано такое. И в Барнауле тоже будет выбран проект, поэтому, ну, представляете, три завода в проекте, это, ну, я не считаю, достаточно хорошо. Я вспоминаю первые два года, когда отчет правительства был, когда президент был на встрече с депутатами, именно рост в этой отрасли, он был беспрецедентным. Беспрецедентный, потому что 30-40% прироста мы увидели результат своей работы, в том числе экспертного совета, который я там на протяжении всего времени возглавлял. Все это мы видим в плане и дополнительного создания рабочих мест, и налоговых отчислений от этой отрасли, и импортозамещения. То есть то, о чем на сегодняшний день, вот, не для красного словца говорил Владимир Владимирович, и на ежегодном послании в процессе встреч наших в рамках Государственной Думы, реально в этом секторе они восполняются. Вот у нас осталось на сегодняшний день порядка 46% импорта, который мы возим. Мы его переломили с 70 с лишним до 40. С нами еще может конкурировать, наверное, только производство железнодорожных вагонов. Они оставили у себя 4. Кстати, это в Алтайском крае тоже? Тоже. Отрасль достаточно актуальная для Алтайского края, согласен с этим. Смотрите, а что это нам дает? То есть нам это дает экономическую независимость или что? То количество людей, которые задействованы в работе промышленного комплекса Алтайского края, они дают десятки тысяч рабочих мест. Это в отрасли металлургии, это в отрасли сельского хозяйства для кого, потому что для кого это делается. Это дает дополнительно в электроэнергетике, в том числе в такой отрасли, как газификация, наверное. Зачем успешному промышленнику, у которого есть правда интересная работа, и насколько я знаю, вы были действительно очень вовлечены в процессы на производстве, зачем вы вдруг решили эту жизнь разделить на до и после и стали депутатом, если у вас и так все было хорошо? Мы же договорились, что мы отвечаем откровенно. Да. Вот. Я вообще от депутатства был очень долго, далек. Я первый раз стал депутатом Рубцовского городского совета в 40 лет. Какой-то общественной деятельностью я не занимался. И в 40 лет, став депутатом городского совета, в общем-то мы неплохо поработали. Я получил первоначальный опыт. Я понял, что депутат может влиять на процессы развития, то есть на взаимодействие с администрацией муниципалитета. В тот период занимались инфраструктурой города, потому что рассматривать промышленные предприятия вне городской среды, вне инфраструктуры, вне влияния на здравоохранение, вне влияния на образование, на высшую школу, это просто невозможно. По результатам работы уже в городском совете было предложение пойти на Алтайское краевое законодательное собрание. Я два созыва работал в нем, работал в качестве депутата, работал в качестве заместителя-председателя комитета по промышленности, опять-таки я в этом комитете. Марусь, наверное, до того момента, пока я перейду к своей работе как депутату Государственной Думы, я хотел бы сказать такую сокровенную вещь, готовясь к интервью с вами, я, наверное, чему я, кому и чему я благодарен в этой жизни, наверное, тому, что у меня были очень хорошие учителя на тех вот этапах, когда я остановился, когда у меня вот шел мой производственный опыт. Первое, что я попал на, обучаясь в Рубцовском заводе в Тузе, была такая очень хорошая, приемлемая форма для обучения, и у человека была возможность одновременно работать на производстве и в то же время получить образование. Люди могли посещать, видеть и применять то, чему его научили в аудиториях. Сразу же они шли в цеха, встречались с мастерами, начальниками цехов, и тот опыт они сразу же применяли. То есть, а вот нас учили так, а вот, они говорят, хорошо, вас все правильно учили, но на практике это вот выглядит вот так вот так. Особенно, если ты еще попадаешь к хорошему, правильному наставнику, то, что мне опять-таки в этом вопросе повезло, я его всегда вспоминаю, и потом, благодаря ему, я уже через два года, придя на завод просто на рабочую профессию, обучаясь в институте, он меня сразу же сделал мастером, потом старшим мастером, и я в 26 лет, уже перейдя, решая свой квартирный вопрос на Алтай-Сельмаш, я уже стал замначальника производства в 26 лет. То есть, я вот смотрю даже на... Я был самым молодым руководителем такого уровня. Еще и, наверное, в тот же период стал еще и понимать технологию машиностроения. А то, что вы получили именно техническое образование, а не образование, допустим, менеджера или там управленца, это что вам дало, когда вы стали уже руководителем? Уже получая второе высшее образование, зарубежное образование, я хочу сказать, что там один из принципов, это нужно погрузиться в те операции, которые являются конечными, то есть понимание тех процессов, что творится внизу. Я имею в виду в производственном комплексе. Поэтому вот говоря об этом, я хотел бы прежде всего сказать то, что я за то, чтобы у нас в целом и в стране, и в органах исполнительной власти, в органах законодательной власти. Ну, то есть нельзя быть, наверное, достаточно сложно быть депутатом Государственной Думы, не пройдя муниципального опыта, не пройдя регионального, не имея регионального опыта, и сразу становиться депутатом Государственной Думы. Может быть, я не спорю, есть у нас феноменальные люди, ими всегда была богата Россия, Алтай тем более, и мы видим, что неплохо реализуется, но тогда понимание того, что творится у нас внизу, у нас идет отрыв небольшой. Это же касается и промышленных предприятий. А у вас здесь все, что вам дорого, да? Меня фотографии заинтересовали, потому что обычно вешают фотографии с какими-то там видными политическими деятелями, а здесь у вас, ну, это политические деятели, но они все спортсмены. У вас почему такая симпатия к спортсменам? Наверное, за исключением только Дмитрия Анатольевича, который мне вроде бы вручал благодарность правительства. Как он в качалке с Владимиром Владимировичем? Ну, во-первых, наверное, это не только спортсмены, но и наши кумиры. Ну, взять Вячеслав Александровича Фетисова, 3ТК, Валерий Газаев, который у меня сейчас еще и является руководителем комитета, в котором я работаю. Ну, а сами я, насколько знаю, вы в футбол как минимум раньше играли. Знаете, наверное, я играл во все, во что можно было играть, потому что, во-первых, я считаю, что, наверное, это уже не спорт, это больше физкультура, физическая культура, именно в рамке культуры. Это должно быть, наверное, в повседневном образе жизни, что ты проснулся, привел себя порядок, пошел в спортивный зал. Сейчас это очень популярны фитнесы. Потом, наверное, вот когда вы проговаривали про 90-е годы, нам очень нравилось всей командой, которой мы работаем, играть по два раза в неделю в футбол, понимаете? И ты уже смотришь, наблюдаешь за тем, как ведет себя сотрудник на поле, и что он из себя представляет. Если человек тянет больше на ворота, значит, как бы он больше любит не бегать, не в поле работать, а стоять, где-то стоять, может быть, даже отстаиваться. Если человек идет на поре, если он идет в нападение, ждет возможности забить гол, то есть проявить себя ради команды, то есть, поверьте, это на самом деле психология. Спорт – это психология. А вы сами-то на какой позиции играли? Ну, в более поздний период, наверное, в нападении, но не выходил из зоны противника для того, чтобы забить мяч. Но, хотя, в общем-то, я люблю выходить с поля загруженным, набегавшимся, с положительными эмоциями, с какими-то результатами, хотя я думаю, что сам по себе выход на поле – это уже результат. Но у вас какие качества, то есть, если вы нападающий, то есть, вы такой напористый, агрессивный человек, просто с виду не скажешь. Насколько возможно, конечно, ну, поверьте, вот, как говорят, бойся гнева тихих, да, есть такое выражение. Я не о себе, я в целом говорю, поэтому в игре человек должен себя проявить, наверное, в самых лучших качествах и, наверное, на самом деле поработать на результат, потому что выходить с поля победителя на порядок приятнее, чем ты просто проиграл, даже если ты позанимался физкультурой. А вы вообще любите честность? То есть, вы можете, допустим, какого-то своего сотрудника, если он придет с каким-то предложением, критикующим какую-то часть работы, которая сейчас есть, можете это рассмотреть? Вот очень люблю, когда критикуют. Вот у меня мои помощники, я всегда там, если я выступаю, если я ту или иную работу исполняю, я всегда прошу о том, чтобы дали достаточно критическую оценку тому, что я сделал. Потому что надо делать либо хорошо, либо вообще не делать этого. Здесь литература, касающаяся, наверное, развития производственных систем, здесь литература, касающаяся продаж, маркетинга, историческая литература, вот, например, Маккявели, государь, это для всех народов, для всех людей, понимаете? Ну, у вас вот есть, например, Шукшин, один губернатор Алтайского края очень любил Шукшина. Поверьте, это от него. А, это, вот видите, я... Это подарок, когда мы были депутатами Краевого законодательного собрания. А вы читали? Знаете, вот, честно говоря, выборочно читал, как бы, но сказать о том, что я очень люблю читать, делю литературу на три части, то есть это художественная, чисто художественная, это научно-познавательная литература, где ты, в принципе, без формул можешь спокойно вычитывать, получать что-то, а как делают другие. Вот к этой категории отношу, вот у меня Генри Форд стоит, и, в общем-то, эта книга достаточно долго была настольной книгой, это на обратной стороне отражено, что для руководителей советских предприятий, потому что мы забрали у них не только заводы, но и методы управления этим заводом, на примере вот как раз создателя автомобильной отрасли в целом. Ну и мы про третью категорию книг говорим, это учебники с формулами, с глубоким погружением. А как вы их читаете? Прямо перед сном садитесь и там какие-то формулы выводите или что, подчеркивается? Здесь тоже есть определенные не секреты, но вот как, опять-таки, обращаясь к опыту великих, которых мы здесь, Игорь Анатольевич, как вообще научиться играть хорошо, правильно и грамотно в шахматы, но играйте с утра всегда, на чистую голову, если что-то хотите. И вот я также, в общем-то, наверное, 15-20 страниц, предпочитая вот в утренние незагруженные часы, особенно это выходной день или что-нибудь, вычитать, до 50-ти может быть страниц. И есть такой миф, что человек, который работает на заводе, он должен быть не очень хорошо образован и чуточку пьян. Вот современный заводчанин, он отличается от такого образа или довольно близок он до сих пор? Мы с вами в первой части интервью говорили о начале моей производственной деятельности, и, в общем-то, сложное изделие делал Рубцовский машиностроительный завод. Это, в принципе, боевая машина, то есть, закомплектованная, там, очень сложным оборудованием на то время. Ну, такой был заказ от того государства, в котором мы жили, и поэтому там и рабочие были, ну, их называли профессорами, их знал лично, то есть, они были достаточно очень с хорошим чувством юмора, они играли в шахматы, понимаете, я вот вспоминаю, там, такие проходили в обед блицы, выпивка на рабочем месте или что-то, это не воспринялось. Я, на самом деле, когда приходил, я разговаривал, я стольким подпитался вот от той рабочей среды, в которой я жил, в которой я работал, ну, знаете, почему на сегодняшний день мы говорим о, как раз, наверное, кадровой службе, о службе персонала, о том, что нужно, обучение должно быть сквозным, потому что хотелось бы, все-таки, если ты делаешь продукт, чтобы, ну, имеется в виду продукт, который у нас уходит к селянам, чтобы селянин делал выбор, селянин, фермер, сейчас очень большие холдинги, агрохолдинги, в которых работают очень понимающие свое дело люди. Они уже агротехнологии зарубежные затащили, и мы должны быть не уступать, для этого должны быть у нас высококвалифицированные кадры, которым мы должны уделять внимание. Вот мы сейчас, у нас, я все-таки, очень хочу и ношусь с идеей, это интеграция научно-исследовательского института нашего, а не Тима, с базовым АЛТГТУ на предмет создания молодежного конструкторского бюро. Студенты еще не закончили, но они приходят на практику, они участвуют в создании машин, они понимают производственный процесс, они уже на старте, мы прекрасно понимаем, кто может реализоваться в той или иной сфере. Вообще за студентом должны стоять в очередь, по идее. Он еще не выпустился, а его уже на третьем-четвертом курсе начинают сопровождать. Поэтому вот такая хорошая, добрая идея у меня есть. Какая перспектива реализации? Да я думаю, что 90%. Но все же понимают, что новое – это всегда кризис, а кризис – это всегда риск потерять, что есть. А когда у тебя есть что-то ценное, это потерять еще страшнее. Как рассматривать кризисы? Ну вы как рассматриваете? Я, как время возможности, вот искренне вам хочу сказать, что вот даже на сегодняшний день с той проблемой, с которой мы столкнулись, вот пандемия коронавируса, для отрасли это дало опять необыкновенный прирост. Мы по некоторым предприятиям, по российским меркам, увидели о том, что промышленные предприятия дали увеличение объемов 50 с лишним процентов. А за счет чего? За счет чего были вынужденные заградительные меры приняты по ввозу продукции, по взаимодействию с нашими иностранными партнерами. Поэтому внутренний рынок у нас раскрылся для нашего внутреннего потребления. Кризис последний, вот 14-15 года, когда мы начали работать по импортозамещению, это вообще для некоторых отраслей открыло колоссальные возможности. Вот вопрос о санкциях. У нас мы давали прирост в год 30-40% стабильно из года в год. Советскую вообще промышленность, и то, как она выглядела в глобальном смысле, мы как-то понимаем. А можете объяснить, как человеку изнутри, как сейчас выглядит российская промышленность? Ну, знаете, в общем-то, если мы внимательно изучим труды того же Шваба, который является идеологом четвертой промышленной революции, то проходит через определенный промежуток времени парадигмы развития, наверное, промышленного комплекса, трендов, которые присутствуют. То есть первое – это мануфактуры, потом второе – это у нас там было массовое производство, потом электричество пришло, у нас еще добавилось. Сейчас мы находимся в состоянии, когда у нас искусственный интеллект начинает доминировать, то есть цифровая экономика, искусственный интеллект. Вот, к чему я это говорю, потому что, да, тренды меняются, но дело все в том, что это опять-таки создает человек. Все то, чем мы пользуемся, это создает человек. И в сельском хозяйстве, и в промышленном секторе прошло разукрупнение, по сути. На смену большим крупным предприятиям, наверное, в связи с тем, что мы находимся еще в рыночных условиях, мы разукрупнились, у нас предприятие полторы тысячи человек. Там у Россельмаша, если мы берем, то это порядка 9 тысяч человек, 40. Если я правильно понимаю, сейчас и потребности в том, чтобы на заводе работало 40 тысяч человек, нет, потому что часть на себя взяли автоматы, да? Конечно, новые технологии приходят в производственный комплекс. То есть, если раньше у нас стояли линейки токарных станков, то сейчас, в принципе, один оператор, рабочее место одного оператора, это три станка с числовным программным управлением. Пришли обрабатывающие центры, пришли роботы сварочные. Вот у нас первый опыт по Рубцовску был, когда мы поставили сварочный робот, мы опять-таки его подсмотрели у наших итальянских компаний. Это что, человека не надо? Основная, я думаю, что основная цель, наверное, на промышленном предприятии, это сминимизировать влияние человека на производственный процесс. Первое, это качество. То есть автомат, вот так же, как, наверное, на смену счетам, пришли калькуляторы, первый этап, потом уже компьютеры, потом уже, в принципе, программное обеспечение, которое позволяет уже, в принципе, заложив данные производственного плана, получить финансовые результаты и тому подобное. Если раньше были маломощные трактора, механизатор, который там... Ну, трактор все время ломался, нужен был человек, который его все время чинил. Хотя сроки посевных, они были достаточно такие четкие и обозначены. Не посеял вовремя, значит, не получишь урожай вовремя. И я хочу сказать, что сейчас, на сегодняшний день приходит... Мы на последней выставке увидели трактора с безлюдной технологией. Просто он без человека, без кабины. У него навигация. И, в принципе, фермер, либо хозяин этого трактора, он смотрит, как он у него ходит... Все это привязано к ГЛОНАССу карте, как у него этот трактор работает на полях. Это движение вперед. И мы должны быть, опять-таки, в этом... Принимать эти правила игры, поддерживать их и, в общем-то, применять для себя, для предприятия. Потому что, если пойдет как-то по-другому, мы будем неконкурентоспособны в плане цены предлагаемой техники, неактуального конструктива и тому подобное. А какие вот эти навыки, которые вы получили в бизнесе, вы используете для своей новой работы политической, потому что все-таки специфика-то работы совсем другая? Ну, дело все в чем. Я хочу сказать, что... Как бы политика... Даже если вы в своей политической работе вдруг встретились с человеком не очень чистоплодным, у вас нет выбора, вы не можете его уволить? Может быть, это приходится как-то... Политику тоже делают люди. Вы согласны, когда говорят, что политика – это грязное дело? Политику делают грязные люди, которые там работают в ней. Вы согласны с этим? По тем или иным поступкам. Которые ее пачкают? Достаточно... Даже несложный вопрос, но если ты порядочен во всем, то и в политике ты должен быть порядочным. Вот. У нас почему-то в практике по отношению партнеры должны вести себя по-партнерски, я имею в виду в бизнесе. То есть, если заключен договор, то даже под честное слово тебе могут отгрузить хоть продукции на... Хоть тебе могут... Хоть продукции на большой объем, хоть дать тебе право консигнации, то есть длительные рассрочки с определенными там периодами отчетности, то есть о том, что все-таки, что материалы, те, которые люди предоставили, консигнации – это склад хранения, по сути. То есть у нас сейчас очень много форм взаимоотношений с нашими партнерами. И возвращаясь к политике, то есть мы же не обманываем здесь никого. А почему мы более, скажем так, более правильные, более внятные формы не можем перенести уже на вторую... на вторую нашу... второй наш вид деятельности – это на политику. Все можно точно так же делать. Все зависит от человека, который этим занимается. Ну, есть, наверное, самая очевидная часть работы депутата или самая, как кажется, такая сложная – это работа на округе. Вы вообще на округе на своем что успели за пять лет сделать? Первые обратились ко мне избиратели, администрация города Рубцовска. Давайте приведем в порядок драматический театр. Сметная стоимость – 252 миллиона. Я, как сейчас, эту сметную стоимость... Вот. Чем больше сметная стоимость объекта, тем больше у нас, в принципе, процент софинансирования. Город, чтобы бюджет города потянул эту сумму. Я пришел тогда к губернатору Александру Богдановичу. Он говорит, ну, позанимайтесь над снижением. Сметной стоимости срезали то, что не является актуальным, то, что было немножечко, наверное, излишне было туда запроектировано. Сделали, уронили ее до 150 миллионов. В общем-то, практически учили все. И у нас через два года появился драматический театр. Мы съездили на его открытие уже при новой администрации Алтайского края. То есть объект этот был доведен до конца. В этот же период времени мы... И я подключался к тематике Ледового дворца. И в этом году мы его запустили. Это стал самый востребованный объект в городе Рубцовске. То есть там время расписано до 10. Я говорю, мы хотели потренировать заводскую команду нашу. Вроде бы она как бы начала формироваться. Там, говорит, премия с 6 утра до 10 вечера. Все было распределено. Плата нет у вас. А? Плата нет. Плата нет. Городская среда. То есть практически мы городскую среду на сегодняшний день, не только в городах Алтайского края, но уже и в районных центрах, этот проект начинает воплощаться. То есть также выбираются значимые объекты для участия в этой партийной программе. Мы... Ну, наверное, прежде всего учитывается мнение избирателей, что является актуальным на сегодняшний день развивать промышленный комплекс в городе Рубцовске. Это у нас пилотный проект, согласованный с Министерством промышленности Российской Федерации, с Министерством экономического развития. Это создание промышленного парка Юг Алтая. То есть я вчера буквально просто участвовал в заслушивании этого, вот, исполнении этого проекта. То есть 250 новых рабочих мест, это рабочих мест в одну смену. Практически они превращаются при двухсменной работе в 500. Перед этим буквально в прошлом году мы запустили литейный комплекс. Тоже при участии и при поддержке у нас краевого министерства промышленности и вице-губернатора, курирующий этот вопрос, Климина Александровна Анатольевича, от министра промышленности. Потому что сейчас как раз переориентирование на все-таки развитие промышленного комплекса, оно вектор сменило. А зачем, кстати, вы запустили это литейное производство? Я хочу сказать, что у нас это было актуально для Рубцовского завода запасных частей. Во-вторых, мы по кооперации даже у нас рассматриваем вопрос поставки литейных заготовок взамен китайским на итальянские предприятия. То есть мы у них берем по кооперации то, что нам нужно. Это в виде гидроцилиндров, комплектующих на нашу технику, потому что то, что они делают, качественно. Но в то же время мы литейные заготовки планируем отправлять в Италию. Потому что Китай на сегодняшний день становится дорогим. Китай становится дорогим, а Италия доступна. Нет, а Италия доступна в плане восприятия российских продуктов, промышленных я имею в виду. Вот вы сейчас описывали свою работу, и работа эта со стороны выглядит как человек, который такой засланный казачок, который ходит, ну ладно, назовем это так, как варяг. Я сюда или я туда? Нет, туда. Варяг, который ходит к вышестоящим каким-то структурам, да, туда, чтобы объяснить, какие есть потребности и попросить какой-то помощи. А насколько вам, человеку обеспеченному, состоявшемуся, сложно вообще просить? Прям вопрос такой. Я хочу сказать, что с определенным, не двойным дном, но в то же время, да, оно не просто и не сложно. Во-первых, я, наверное, вывел для себя формулу, если ты сам не можешь подчиняться, ты не можешь себе подчинить людей, не понимая их психологию. Поэтому и просить точно так же. Есть задача, ты должен ее решить. Решение этой задачи зависит от кого-то, от министра, от губернатора или от кого-то. Поэтому ты собираешься, готовишься, естественно, делаешь выкладки, получаешь справки, заходишь и начинаешь говорить о том, что да, нужно эту задачу решить. Вот, к примеру, уже как депутат заходил Виктор Петрович по решению вопросов по дорогам, по Дому культуры тракторного завода, по театру кукол. Практически мы сели за стул, объяснили, что это нужно. Люди обратились, надо решить. Все, все письма были подписаны на исполнение профильного министра. А сами вы как относитесь к просьбам? Я знаю, что многие люди обеспеченные, они становятся там подпечителями, благотворителями. У вас есть какая-то такая отдушина? Последняя проблема, последняя задача, связанная с ковидом, когда нам поручили, в принципе, участвовать в организации госпиталей. То есть мы сами своей заработной платой в этом деле участвовали. Это по Рубцовскому району, конкретно центральная районная больница была таким образом. Я участвовал лично и проплатил туда собственными средствами для того, чтобы... Затем Ирина Валентиновна обратилась в Солнце, она курировала направление уже по городу Рубцовску и на бывший роддом, который мы переоборудовали на улице Громова, тоже мы оказывали туда помощь. Плюс ко всему, центральный у нас исполнительный комитет, нас обязали, чтобы мы вложились. Потом на Алтайский край были реанимобили дополнительно добавлены, это все в этом году. Я правильно понимаю, что вы планируете продолжать свою политическую карьеру? И пойдете на выборы в этом году? А зачем вам? Что хотите дальше делать? Прежде всего, я, обращаясь, вернее говоря о выборах, я бы никогда не пошел, если бы я не чувствовал поддержку избирателей. Второе. Дело в том, что если бы я, то есть из трех, первое, это, конечно, избиратель. Если ты ничего не сделал, проработав 4-5 лет на округе, не для отрасли, как федеральный депутат, не для округа, ты отработал, не увидел вновь построенных объектов, вновь созданных рабочих мест, вновь именно в твой период депутатства, это можно сказать, что работа пошла на корзину у тебя. А если ты чувствуешь поддержку и того, что тебе задают вопросы, как бы нам улучшить те вопросы, которые являются актуальными, то есть по здравоохранению, по сельскому хозяйству, это и сельская медицина, это и сельское образование, это и культура. И вот как раз, когда мы обговаривали вопрос, обсуждали программу устойчивого развития сельских территорий, там вроде бы мы все должны были предусмотреть для того, чтобы все-таки село приняло тот вид, который, ну, наверное, чему-то должен соответствовать на сегодняшний день. С детскими садами, со школами, со здравоохранением, с образованием, со всей инфраструктурой, которая связана. Вот, поэтому, но я... Слушайте, но работа на вашем округе, там еще не початый край. Конечно, конечно, конечно. Вам вообще дается, как вам дается вообще взаимодействие с местными муниципальными властями Рубцовска? Очень важно быть своим. Что ты родился здесь, избирался в краевое законодательное собрание, потом они меня поддержали на выборы, на выборы в Государственной Думе, в Думу. Я уж не говорю о Рубцовске, в котором я родился. Самое опасное, мне кажется, депутату, это выдавать векселя не обеспеченные ничем, даже своим собственным вниманием. То есть ты сказал да, потом уже в течение двух-трех лет не возвращаешься на округ, не решаешь ни одного вопроса, потом ты приезжаешь, говоришь о том, что... То есть у тебя целый ВОЗ, целая куча невыполненных обязательств, по которым те люди обращались. Иногда приезжаешь и задаешь вопрос, а что ты сделал непосредственно для того или иного района? Говорю, коллеги, давайте мы пойдем еще все-таки от того, что вы тоже должны обратиться к депутату, потому что с тем или иным вопросом обратиться прежде всего к своему краевому депутату, к своему депутату Государственной Думы, если у нас стоит цель решить для жителей тот или иной вопрос. Поэтому все достаточно несложно. Если мы вместе работаем в тендеме, тогда мы, в общем-то, можем получить очень неплохой результат. Поверьте, есть очень хорошие районы, есть очень хорошие... Большинство районов очень хорошие. Вот вполне приятно работать с... И уважительные отношения сложились со стопроцентными глав городов и районами. Регионов, которые входят в округ. Поэтому, наверное, видно на этом, вот, наверное, на этом и строятся все взаимоотношения. Взаимном уважении, понимании, актуальности тех или иных вопросов. Ну и максимально... Ну вот просто, если мы говорим конкретно про Рубцовск, например, ну, есть такое ощущение обывательское со стороны, что там многие вопросы, они, ну, не решены. В Рубцовске там есть вопрос дорог, освещения ночного, есть вопрос вообще инфраструктуры. И эти вопросы очень долго не решаются. Вот вы можете, как человек, который уже погружен вот в эту всю историю, объяснить, почему эти вопросы, например, не решаются быстро? Ну, первая, наверное, причина, что они накопились за многие годы, вот, это мы можем вспомнить и 90-е, когда у нас начался развал промышленного комплекса, очень много людей вышло за территорией заводов, они оказались на рынках, оказались, кто-то уехал. То есть это первое, что, одна из причин. Во-вторых, конечно, вот я всегда говорю о том, что город Рубцовск, он достаточно такой, город со своеобразной географией. Если мы прилетаем в город Барнаул, то это краевой центр. Естественно, здесь вся у нас, ну, сосредоточение всех министерств, ведомств, губернаторов, законодательное собрание, то есть все здесь. Если мы говорим про Бийск, это проходная дорога на, вернее, это город, во-первых, Наукоград, с хорошей историей и не столь пострадавшей промышленностью, потому что все-таки там оборонный комплекс, он сохранился. И еще и проходная дорога на Белокуриху, на Горный Алтай, поэтому все-таки Бийск вниманием не обделен. Вот, город Рубцовск, он получился как бы немножко в сторонке от всех. А в денежных потоках тоже он в сторонке? Ну, как сказать, дело в том, что от денежных потоков, может быть, в свое время он как бы не слишком-то был отлучен, с учетом границы, которая проходила приграничной дороге. А вот относительно внимания все-таки он был обделен. И поэтому, когда мы анализировали на сегодняшний день ситуацию по инвестиции на душу населения, на горожанина, он оказался на очень плачевном месте. Я, по-моему, по итогам позапрошлого года, там что-то цифра значилась в 3 тысячи рублей на человек. То есть инвестиции, которые приходят в город, инвестиции в основные средства. А для сравнения можете сказать, например, в Барнауле какая цифра? Давайте мы не в Барнаулу. Я делал анализ по южной части Алтайского края. Давайте сравним с похожим каким-то городом. Ну, вот Змеиногорск 53 тысячи. Объясню почему. Потому что зашла мощная компания такая, как... Сибирь Полиметаллы. Сибирь Полиметаллы. И, в общем-то, туда инвестиции пришли. Затем Поспелиха, по-моему, 20-27. То есть для сравнения. И так практически там минимальная перед Рубцовском 13-14 стоит. А Рубцовск 3. Ну, присел. Ну, нужно признать должное, конечно. Присел. Может быть, как бы так получилось. Но вот с учетом, наверное, программы, которая СГК у нас провела два года назад, это раз повысило. В конце сети, да, по-моему? Нет, ну, во всех случаях там и переоборудование, и очень много было вложено в тепловой комплекс. И самое главное решилась задача. Вернее, задача, которая стояла. Город замерзал. Сейчас, в общем-то, сейчас эта проблема решена. Вот. Плюс, я еще раз говорю, в этом году мы вытащим инвестиции, повысим, скажем так, инвестиционные инвестиции на каждого жителя города Рубцовска за счет технопарка, за счет, что связано с этим. Поэтому, почему, что связано с этим? Первое, что еще дополнительно делается в рамках технопарка, делаются и инвестиции в инфраструктуру. То есть, дорога там, которая шла вдоль промышленных предприятий, это порядка 130 миллионов, она тоже была министерством промышленности поставлена в план работы. И поэтому еще дополнительно выделены эти средства. Ну, явно же было что-то, что сделать вы не смогли. А вас вообще расстраивает, когда вы какие-то задачи решить не можете? Как вы с этим? Марусь, меня вообще в жизни мало чего расстраивает. Потому что, значит, что-то вопрос был не до конца продуман, значит, нужно перезагрузить. Есть такой метод, как итерационный подход в решении тех или иных вопросов. То есть, откатись назад, сделай перезагрузку и опять подходи к решению той же проблемы, которую ты не решил. Но есть, как говорят, нет нерешаемых задач, есть задачи, которые требуют чуть больше времени. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова